здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный ореховый торт с карамелизированными яблоками торт получается просто нереально вкусным готовится очень быстро из самых простых продуктов в приготовлении этого торта в начинке я не буду использовать ни сливок не сыра не желатина и так приготовим бисквит 150 грамм муки 7 грамм разрыхлителя и 70 грамм молотого фундука вместо фундука можно брать конечно же грецкий орех и отставляю пока в сторону здесь три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм каждое яйцо без скорлупы щепотка соли и 8 грамм ванильного сахара взбиваю сейчас до однородности и добавляю туда 140 грамм сахара порциями после того как я ввела весь сахар я взбиваю эту массу примерно три минуты до такой пышности и побеления 75 миллилитров молока комнатной температурой и 75 грамм растительного масла без запаха все это просто перемешиваю ничего долго не взбиваю добавляю туда всю сухую смесь и просто перемешиваю духовка у меня уже разогрета на 175 градусов цельсия формы здесь у меня 20 сантиметров в диаметре бисквит я буду выпекать 35 минут примерно при температуре 175 градусов без конвекции режим вверх-вниз духовку не открываем во время выпечки бисквит испекся даем ему полностью остыть до комнатной температуры 350 миллилитров молока доводим до кипения здесь у меня 100 грамм сахара 8 грамм ванильного сахара добавляем туда 35 грамм кукурузного крахмала все это перемешиваем 150 миллилитров холодного молока 2 яйца среднего размера весом без скролупы яйца и на бисквит и на крем примерно по 50 грамм все это перемешала еду сейчас на плиту в горячее молоко очень аккуратно помешивая в центре ковшика вливаю всю яичную смесь сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения как только пойдут вот такие характерные первые пузыри провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня переливаю сейчас в ту емкость где она у меня будет остывать эта смесь ей нужно дать остыть до комнатной температуры 250 грамм размягченного сливочного масла 82 процента жирности я взбиваю минуты две-три до такого побеления и пышности и сейчас по две столовые ложки заварной основы которая остыла у меня уже до комнатной температуры буду прорабатывать миксером вот примерно вот как я сейчас показываю в видео здесь я специально не вырезал эпизоды здесь из видео вот примерно такое количество времени и так я прорабатываю всю заварную основу то есть долго здесь ничего не взбиваем и масло и заварная основа должны быть не менее чем 25 градусов цельсия по температуре иначе крем начнет расслаиваться это очень важный момент вот такой пышный красивый крем у меня в итоге получился и кладываю сейчас крем в кондитерский мешок теперь приготовим яблочный слой для этого я беру два крупных таких яблока весом примерно 450 грамм можно брать полкило яблок здесь не ошибетесь торт достаточно кислый яблок но не совсем они такие кислые есть уж очень кислые яблоки и эти конечно же послаще меня режу таким достаточно мелким но не совсем мелким кубиком выжимаю туда также сок 1 среднего лимона если у вас яблоки совсем кислые этого делать не надо и 50 грамм сахара добавляя также одну чайную ложку с горкой корицы здесь можете вообще не добавлять никаких специй но корицы конечно же дает определенный аромат такую тонкую нотку уже именно специй таких осенних зимних 50 грамм сливочного масла я растопила вот так на умеренном огне на сковороде и добавляю туда всю яблочную массу и сейчас на среднем огне буду проваривать эту яблочную массу примерно 10 минут чтобы испарилась лишняя жидкость и яблоки карамелизируется тем самым яблоки получаются очень вкусными за эти 10 минут они не потеряют своей формы то есть яблоки нужно брать достаточно такие крепкие чтобы они не превращались во время их приготовления в кашу итак пока яблоки остывают я нарежу бисквит бисквит остыл до комнатной температуры и уже сразу можно его нарезать этот бисквит не требует отдыха в холодильнике он очень быстро и просто нарезается и конечно же этот бисквит можно также кушать просто как самостоятельный десерт как кекс он очень вкусный вместо фундука и грецкого ореха я не советую здесь использовать миндаль потому что миндаль он не имеет такого насыщенного орехового аромата и вкуса арахис также я бы не стал использовать потому что будет очень сильно доминировать во вкусе арахис пропитываю сейчас обычной холодной кипяченой водой вы можете здесь и молоком пропитывать для пропитки нужно брать примерно 100-150 миллилитров воды покрывая небольшим слоем крема нижний корж и из кондитерского мешка отсаживаю такой хороший бордюр из крема достаточно высокий выкладываю половину яблочной начинки на первый корж яблочная начинка к этому времени у меня уже полностью остыла кто совсем уж не любит яблоки можно здесь использовать сливу сливы тоже хорошо будет сочетаться но яблоки всегда у всех есть наличие это самый простой и доступный вариант здесь конечно же когда мы готовим яблоки если вы хотите уже более зимним таким более уже пряным сделать этот торт можно туда по вкусу добавить больше корицы можно гвоздику кардамон добавить также можете туда добавить и цедру апельсина и больше ванили то есть все что вам нравится в яблоки я имею ввиду также выкладываю и на второй корж остаток яблок покрываю все это кремом торт готовится очень просто и очень быстро из самых простых продуктов без использования желатина здесь без использования сыра сливок я имею ввиду сейчас именно начинку потому что украшать этот торт можно чем угодно торт этот минимум нужно убрать примерно на три часа в холодильник можно брать на ночь это будет еще лучше что все вкусы объединились я для украшения беру 300 миллилитров холодных сливок для взбивания 100 грамм сахарной пудры 16 грамм ванильного сахара 300 грамм холодного творожно сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне взбиваю сейчас все это до устойчивых пиков это очень быстрый сырный крем он всегда получается и как палочка-выручалочка в быстрых тортах очень хорошо сочетается с различными начинками на моем канале в плейлисте рецепта кремов вы найдете для себя огромный выбор и бюджетных и более интересных по составу кремов проходите в плейлист рецепта кремов и смотрите вот именно крем для украшения я выбрала просто как такой очень быстрый вариант конечно же можно этот торт украсить и белково-заварным кремом это самый бюджетный крем вообще который есть наверное в кондитерском искусстве но он очень хорошо дополнит всю эту начинку и будет такое как легкое облачко на этом торте также можно украсить шоколадным кремом и ганашем можно здесь и даже сахарной мастикой можно обтянуть этот торт как начинку я уже вам обозначила что там не требуется никаких дорогостоящих продуктов и каких-то заморских продуктов именно для самой начинки самые простые самые доступные продукты вот такими завитками украшаю как украсить торт белково-заварным кремом итальянской меренгой есть подробнейшие видео у меня на канале проходите и смотрите также вот такими завитками из белкового крема можно украсить торт готов прекрасно нарезается разрез у него красиво получается торт как я уже сказала можно сделать более пряным более таким зимним это же кто любит вот такие уже насыщенные торты я думаю очень понравится смотрите надламывается как он вилкой он очень мягкий очень сочный очень пропитанный тортик и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео